Памятник русскому моряку, прославившему Россию Сегодня я отправлюсь на поиск доселе неизвестного мне памятника О существовании этого памятника мне довелось узнать лишь вчера И узнав, я очень захотел увидеть его Пора двигаться Да, кстати, это Камчатка с Александром Петровым И я продолжаю свои ежедневные недельные камчатские влоги Это точно Это уже четвертый день Это уже четвертый выпуск Я поеду в столицу Камчатского края Искать этот самый памятник Да, кстати, а какой же памятник я имею в виду? Впрочем, об этом мы поговорим немного позже Пора двигаться Где же еще искать памятники? Как не в центре столицы Камчатского края? Поэтому я приехал на улицу Набережную И один памятник я уже обнаружил Вот он Нет, похоже, это вовсе не тот памятник, который мне нужен и который мне интересен Этот памятник Ларге То есть пятнистому тюленю А я ищу памятник совершенно другой Кстати, я, наверное, забыл сказать, какой именно памятник я ищу Вынимаю ксерокопию газетной вырезки И читаю Памятник Берингу в Петропавловске на Камчатке Совнарком удовлетворил ходатайство местных организаций О строительстве в городе Большого памятника основателю города Берингу Эта заметка была опубликована в газете «Ударник» 14 января 40-го года века минувшего Поэтому давайте все же искать Где находится памятник Берингу Почему я пытаюсь найти его именно в центре столицы Камчатского края Потому что именно сюда, именно здесь В 1740 году Зашли сюда второй экспедиции Второй Камчатской экспедиции Под командованием капитан-командора Витуса Берингу Поэтому где же еще быть памятник Не поставят же его где-нибудь на окраине На юге Петропавловска На севере Петропавловска Буду искать Покину памятник в Ларге И двинусь дальше в сторону театральной площади Это замечательно, клянусь Богом Вот этот памятный знак Аллея Дружбы Тоже никаким образом не похож на памятник Берингу Кстати, вот обратите внимание Как он прекрасен Табличка на ржавой палке Аллея Дружбы Памятник поставлен национальными общинами Какова у нас Дружба народов Таков и памятник Жалкая имитация Да и аллея Дружбы Кстати, что такое Дружба? Давайте разберемся Что такое Дружба народов По-россиянски Когда собираются Все живущие на территории Ресурсной Федерации нации И дружно идут Резать русских Вот это вот и есть Дружба народов Не ходит, не надо А мы двинемся дальше В поисках Памятника Витусу Берингу Решение об установке которого Было принято Еще в сороковом году Двадцатого века Набережная Култушного озера Здесь мы Сейчас увидим Еще один памятник Между прочим Поставлены Очень-таки Недавно Уже В этом десятилетии Это памятник адмиралу Василию Степановичу Завойке Руководителю Обороны Петропавловска В тысячу восемьсот пятьдесят четвертом году Нужен такой памятник? Да Бесспорно нужен Потому что именно героизм Камчатцев Под командованием Завойке И помог отстоять Петропавловск Между прочим Напомню, что это была Единственная русская победа Во время Крымской войны Но памятника Берингу Нет и здесь Очередная уродливая конструкция Украшающая центр столицы Камчатского края Вот это железное дерево На которое молодожены Вешают замки В дни своих свадеб Зачем это нужно Совершенно непонятно Впрочем, охлосу нужны Подобного рода Развлечения Красиво, эстетично А я двигаюсь дальше По историческому центру Петропавловска И подхожу К поставленному В начале нового тысячелетия Памятнику Святым апостолам Петру и Павлу Именно именами Этих апостолов Были названы Пакетпоты Второй Камчатской Экспедиции Витуса Беринга Вот он, этот памятник Нужен он? Да Несомненно нужен Конечно нужен Но давайте разберемся Поставить памятник Апостолам Именами которых Названы суда Но не поставить памятник Руководителю экспедиции Это странно Почему это произошло? Об этом мы поговорим позже А я подхожу к камню К камню На котором Мы видим Вот такую вот надпись Вот Видите этот камень За моей спиной Это Единственная Архитектурная Композиция В центре столицы Камчатского края Которая так или иначе Упоминает руководителя Второй Камчатской Экспедиции Капитан командора Витуса Беринга Где памятник Берингу? Правильно И здесь его нет Тоже Здравствуй Родина моя Вышит знамя Взвейся Колонна города воинской славы Поставленная Поставленная В 13-м году Века нынешнего На театральной площади Она конечно Тоже необходима Но замечу Она ровным счетом Никакого отношения Не имеет К экспедиции Беринга Да Все что происходило На Камчатке То За что Эта колонна Поставлена Оно действительно Является героизмом И заслуживает уважения Это и оборона 1854 года И Русско-японская война И Трудовой фронт И события конца Второй мировой войны Курильской десант Однако Где же Памятник Беринга Нет Его Нету и здесь Давайте пойдем дальше И попробуем Его разыскать Как-никак Он был поставлен После 1940 года Но это не точно Ну и еще Я обращу внимание Насколько мало людей На театральной площади Провести время Провести время с семьей Не тратя Километры и часы На долгую дорогу Но Пандемия коронавируса Так называемая пандемия Так называемого коронавируса Заставила людей Сидеть дома В обычный Выходной день Здесь бы Людей было На порядке Больше Рад я Что дожил До этого времени И без чего Не обходится Ни один город В ресурсной федерации В постсоветской Ресурсной федерации Он не обходится Без Монумента Величайшему Преступнику 20 века Наверное Величайшему преступнику В истории человечества Лукичу Так называемому Ульянову Вот на памятнике Ульянову Советская власть Никогда Не скупилась А нынешняя Постсоветская власть Которая вся Вышла Из большевистских портянок Эти памятники Любезно сохраняет И поддерживает Опять вернемся К газетной заметке О которой мы уже говорили Люди, работавшие В различных предприятиях На Камчатке Просили Поставьте памятник Берингу Вот я хожу И ищу этот памятник Пока я его найти не могу А почему Не могу Может быть потому Что его нет Скорее всего Это так Впрочем я вспомнил Про Еще одно место На котором Мы можем увидеть Имя Витуса Беринга В столице Камчатского края И сейчас я Потихоньку Двигаюсь туда Субтитры И последнее место, в которое я сегодня иду, это то место, где имя Беринга увековечено. Это расположенное между улицами Ленинской и Советской, какие мерзкие названия, колонна Витусу Берингу напротив снесенного дома радио, который был бы сейчас за моей спиною. Но его снесли совсем недавно. Кстати, если вы о нем хотите узнать, то по ссылке в описании вы можете посмотреть мой ролик о пяти лучших зданиях Петропавловска. А колонна Витусу Берингу, увенчанная пушечным ядром в лотосе и имеющая надпись в картуше основателю Петропавловска в 1740 году мореплавателю Берингу, была поставлена здесь в XIX веке. Она является самым старым на Дальнем Востоке памятником. Вот она, колонна Витусу Берингу. Итак, удалось ли мне найти в Петропавловске памятник Берингу, решение об установке которого было принято совнаркомом в 40-м году 20-го века? Вы совершенно верно догадались, не удалось. Наконец-то вы узнали правду. Почему этого памятника не появилось на полуострове? Все объясняется очень просто. Несмотря на то, что Беринг был датчанином по происхождению, в первую очередь он был русским моряком. А как это так? Как могли коммунисты позволить выполнить свое же решение и поставить памятник русскому моряку, прославившему Россию? Но это было бы еще только полбитра. Они предпочли наводнять всю страну памятниками инородцам, памятниками кровавым большевистским палачам, всяким. Лукичам Лениным, Джугашвили Сталиным, Свердловым, Марксам и прочей инородческой палаческой нечисти. Памятника русскому мореплавателю Берингу на Камчатке так и нет. Есть улица в Серогласке, которая носит имя Беринга, есть улица в Елизаве, есть еще несколько улиц в селах, в других районах. Вот и все. И я все-таки надеюсь на то, что когда-нибудь памятник Берингу на Камчатке появится. А монументы палачам русского народа будут снесены. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится иногда гулять со мною по разным местам Камчатки и узнавать что-то новое о них. А если вы сами из большевистской нечисти, если вы были членом советской НСДАП КПСС и советского Гитлерюгенда ВЛКСМ, можете ставить дизлайки и отписываться. Без вас здесь будет лучше. Я считаю, что половину можно оставить, половину как бы пустить на расход. Да, не забывайте писать комментарии. А если вы здесь первый раз, то, пожалуйста, выполните рекомендации, которые сейчас появятся в правом нижнем углу кадра. Если кнопочка подписаться из красной стала светло-серой и на ней появилась надпись «Вы подписаны», значит, вы сделали все правильно и будете получать уведомления о новых роликах на моем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин